Отца и Сына, Святого Духа, Аминь. Итак, в посланиях к Риблиным в 23-й беседе Иоанн Златоустрый говорит о любви к ближнему. Матерь всех благ и совершительница всякого добродетеля, любовь. Апостол говорит, что она есть долг наш, невременный, каковы податели, пошлина, но всегдашний. Не оставайтесь должными никому, ничем, говорит, кроме взаимной любви. Римлянам 13 глава 8 стих. Он хочет, чтобы долг сей никогда не был выплачен. И хотя всегда уплачиваем, но не вполне, а так, чтобы нам все еще оставаться в долгу. Потому что это такого рода долг, что непрестанно уплачивается, но никогда не выплачивается. Сказав же, как должно любить, он открывает и выгоды любви. Ибо любящий другого, говорит, закон исполнен. Ты обязан любить брата по духовному с ним родству. И не по одному родству, но потому еще, что мы все члены друг для друга. Если нет в нас любви, то весь состав тела расторгнут. Итак, люби брата, ибо если, любя его, приобретаешь пользу, потому что исполняешься весь закон, то ты обязан любить его, как облагодетельствованный им. Ибо заповеди не полюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются всем слове люби ближнего твоего, как самого себя. Стих 9. Апостол не сказал, дополняются, но заключаются, то есть в этой заповеди сокращенно вмещается весь состав заповедей. Ибо начало и конец добродетели есть любовь. Она есть и корень, и необходимые условия. Она и вершина добродетели. А если любовь есть начало и полнота, то что может ей равняться? Впрочем, апостол требует не просто любви, а любви в высшей степени. Ибо не просто сказал, возлюби ближнего твоего, но прибавил, как самого себя. И Христос сказал, что в любви содержатся законы пророчества. Матфея 23 глава 40 стих. Что может сравниться с таким человеколюбием, с такой снесходительностью? Хотя бесконечное расстояние между Богом и нами. Однако же Бог взаимную любовь нашу друг к другу поставляет близ любви к Нему самому. И одну называет подобной другой. Почему для той и другой любви положил почти равную меру? И о любви к Богу сказал всем сердцем твоим и всею душой твоей, а о любви к ближнему, как самого себя. А Павел говорит, что если нет любви к ближнему, то немного пользы от любви к Богу. Когда любим кого, то говорим о нем. Кто его любит, тот и меня любит. Это же самое выразил и Христос, сказав законоучителю. «Подобное ей и Петру, если любишь меня, поси овец моих». Иоанна 21, 17. «Любовь не делает ближнему зла», продолжает говорить апостол. «Любовь есть исполнение закона». Десятый стих. Видишь ли, что любовь имеет то и другое совершенство, как воздержание от зла, ибо сказано, что любовь зла не делает, так и делание добра, ибо сказано, что она есть исполнение закона. Любовь не только преподает нам сокращенное учение о том, что должно делать, но и облегчает исполнение нравственных законов. Итак, будем любить друг друга, чтобы таким образом изъявить любовь к любящему нас, Богу. У людей так бывает, что когда ты полюбишь кого, то другой любящий его вооружается против тебя, а Бог, напротив, требует, чтобы ты вместе с тем любил подобных себе и ненавидит того, кто не разделяет с ним любви его. «Любовь человеческая исполнена зависти и ревности, а любовь Божия свободна от всех страстей, потому Бог желает, чтобы кто-то разделял с ним любовь». «Люби вместе со мной», говорит он, «тогда и я еще больше буду любить тебя». Вот слова беспредельно любящего. Если ты, говорит, любишь, любимых мною, то из этого я вижу, что и меня ты любишь искренне. Слава Господу нашему Иисусу Христу веки веков. Аминь. Аминь.